здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас наверное одна из самых главных программ в последнее время будет почему потому что слово коронавирус заменила абсолютно все ничего важнее ничего интереснее для нас нет только коронавирус причем не все до конца понимать что это за вирус почему он корона почему вокруг него происходит столько событий почему валюта меняется почему нефть падает почему люди пытаются смести с полок уже можно так сказать слово смести с полок ну у нас вечная проблема как только что-то где-то происходит надо срочно купить гречки и соли но надо ли это делать и вообще как уберечься от коронавируса насколько он опасен почему такие беспрецедентные меры принимаются сегодня поговорить с натальей алексеевной коротковой заведующий инфекционным отделением номер два стационара номер три резкой областной больницы здравствуйте наталья алексеевна добрый день во первых сразу скажите нам пожалуйста страшно нам надо нам должно быть страшно страшно не должно быть все передачу можно закрывать почему ну почему так столько какие-то такие ладно бы слухи ходили но ведь смотрите переводят на дистанционное обучение не только школы вообще уходят сейчас на на каникулы выше учебное заведение дистанционное управление я даже знаю уже своих коллег сотрудников которым выдают микрофон и они дома будут посидеть писать там новости эфиры какие-то делать что происходит вы понимаете все дело в том что коронавирус это инфекционное заболевание которое вызывается вирусом и рынка эти вирусы респираторных и заболеваний и их существует очень много коронавирусы это вообще вирусы животных их известно больше 300 видов у у человека паразитирует ну где-то чуть побольше двадцати девяти видов наших собственно наших собственных которые могут быть у человека и у животных и у человека эти коронавирусы коронавирусом были эпидемии гриппа свиного птичьего h1n1 h2n5 но как то попустило было шумно но было шумно точно так же было и прошли как просто эпидемии гриппа давно всемирная организация здравоохранения называет это пандемии или пандемии как правильно да сейчас они уже стали говорить о том что это пандемия пандемии это почему потому что затронуты большее количество стран мира если раньше был например грипп свиной или птичьи где-то в определенных странах то сейчас получается что этот вирус распространяется среди людей по всему миру это связано с тем что мы стали чаще летать друг другу наверное да ну если бы закрыта была страна наверное конечно да потому что перелеты понятно когда они свободны если раньше для того чтобы полететь в какой-то страну за границей обязательно проходили санэпидемстанцию проходили допуск проходили определенные какие-то прививки профилактическое лечение то сейчас свободное посещение конечно это говорит о том что есть возможность вероятность какого-то заражения и вирусными заболеваниями и бактериальными заболеваниями инфекциями кстати забегая вперед мне кажется интересно сейчас вещь произнесли которую возможно мы с ней столкнемся вот когда все это пойдет на спад возможно и появятся такие справки опять что либо появятся какие-то способы что минуты прилетаешь какую-то страну какая-то проверка должна быть тебя возможно все возможно но усилится контроль скажем то может быть может быть это к этому и придет потому что роспотребнадзор все равно этими вопросами заниматься будет хорошо давайте мы сейчас все-таки поговорим о самом коронавирусе а потом уже всех других проблемах тем более что столько новостей наши телезрители не успевают следить за тем что закрывается и какие слухи ходят города закрываются но хочу далеко уходить франция закрыта италия закрыта и поэтому вполне логично что и у нас что может подобное будет происходить на уровне там региональных органов власти или федеральных органов власти все-таки вот простой человек живущий в городском округе люберцы который узнал что коронавирус где-то рядом хотя у нас там сейчас ну десятками пока исчисляются да я имею ввиду ну сотня уже есть может быть уже сотни есть по россии да да вот что необходимо человеку знать про коронавирус как он может проявиться коронавирус это заболевание я уже до этого начала говорить респираторного характера значит что у человека появляются первые симптомы обыкновенной больной респираторной вирусной инфекции для короны вируса характерно высокой лихорадка это в 90 процентов случаев 39 под 40 градусов это головная боль это мышечная боль это резкая слабость и это может быть сухой лающий кашель непродуктивный а что значит не продуктивный нет мокроты а то есть он не выводит сухой лающий кашель который без отхождения мокроты вот это основные симптомы и у некоторых может появляться тяжесть груди что-то типа бронхита ощущения до ощущение типа бронхита тяжесть давление в груди немножко может быть там чувство какого-то дискомфорта вот нехватки воздуха это может быть да это основные симптомы характерные для люб любой вирусной инфекции сейчас вот мы тут насморк и кашель с мокротой не являются показателями корона вирусной инфекции это лечится как обычно это лечится как орлежитом орви и температура до 38 градусов это тоже о рви это не коронавирус хорошо все-таки коронавирус что происходит дальше с чеком и почему все-таки по возрастным он идет это те самые воспаление легких которые тяжело переносят люди пожилого возраста корона корона вирусы это вирусы я вам говорил уже и свиного и птичьего гриппа эти вирусы дают быстротечные поражения мелких и нижних отделов легких это быстротечные пневмонии которые практически не лечатся антибактериально не лечатся и как правило когда присоединяется быстро пневмония эти пациенты сразу же по скорой помощи попадают в инфекционное отделение в реанимационное отделение потому что здесь без и вл искусственной вентиляции легких очень трудно то есть когда и могут быть летальные исходы потому что тяжелой пневмонии как и при птичьем и свинять и святом гриппе это как h1n1 точно также абсолютно течет и коронавирус а вот расскажите мне надо это вот мы же знаем историю что когда человек за 70 и заболевает распалением легких это всегда идет как правило к летальному исходу они не то не как всегда это не как правило но часто но часто это связано с тем что люди у них уже снижен иммунитет у них имеется множество сопутствующих хронических заболеваний это особенно хронические пневмонии это бронхиальные астма это заболевание сердечно-сосудистой системы это сахарный диабет те заболевания которые вызывают понижение иммунитета поэтому своих сил защитных не хватает и это абсолютно не обязательно люди старше там говорят старше 65 лет старше 70 лет нет если человек 50 лет имеет эти хронические заболевания не пугайте на счет я не имею если есть именно конкретно эти хронические заболевания тогда более вероятно присоединение пневмонии более тяжелый течение пневмонии который может но правильно я понимаю что если человек вот эти вот слухи давно она тоже слышали что там у них за границей смотрят если помоложе на что его мы точно выходим а тот кто постарше мы уже ничего не сможем сделать я к чему веду то есть вероятность что заболел например 50-летний человек и 75-летний то вероятность выживаемостью 50-летнего все равно остается больше потому что но все-таки помоложе да сам по себе организм досмотря на какой стадии и степени выраженности его хроническое заболевание паранхиальная астма может быть легкое течение у пожилого человека и бронхиальная астма может быть тяжелого течения у молодого человека а вот такой вопрос у каждого человека есть не больные места а скажем по его телу то что он ну кто-то например быстро начинает болеть воспалением легких но если где-то да просто простуда приходит кто-то начинает в разном возрасте кто-то начинает быстро хватает ангину кто-то быстро хватает бронхит у кого-то там все время продувает шею или там спину и так далее вот это может то есть это не хронические какие-то вещи а просто в больное место такого человека когда вот это может послужить оттягачающим нет это не может послужить потому что ангины это как правило все равно хроническое заболевание лор органов это миндалины это рыхлые миндалины они увеличены они быстренько на себя схватывают но это как правило бактериальные инфекции не вирусный любой любая ангина это бактерии на бронхит бронхит это бактерии микроб пневмонии на фоне хронических это опять бактерии и микробы а то есть это другой инструментарий конечно конечно а вот вирусные чем они там нет бактерий это быстротечные это действие вируса именно непосредственно на периферию то есть грубо говоря он к нам попадает совершенно спокойно не 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 гланды никто его не видит да никто не включает свои защитные функции все наши вот оболочки да и он потихонечку идет внутрь и он дим потихонечку как раз вот и характерно для коронавируса что это не потихонечку и для гриппа это не потихонечку вирус быстро попадает он попадает через носовые пути через дыхательные пути верхние нижние дыхательные пути и если например для того чтобы приостановить попадание коронавируса вниз в легкие вовнутрь организма то что нужно сделать если вы где-то посчитали что вы проконтактировали с кем-то что на вас кто-то в транспорте кашлянул что-то вы пришли домой вы быстро должны принять что обильное питье теплой температуры 27 градусов с лимончиком чай 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 а кофе не подойдет с лимончиком с лимончиком можно кофе так лимонов наверно уже нет за захватали ты лимон нет почему потому что аскорбинка живая и это ведет к тому что вирус схватывается здесь быстро попадает с жидкостью в желудок соляная кислота это вирус убивает а вот если ничего не предпринять вирус из верхних дыхательных путей попадает в трахеи в легкие и развивается быстрое понимание и так до этого я слышал только одно главное мыть руки вы за 13 минут еще ни разу не сказали это меня радует то что по моему же руки моют то есть чаще останавливаются чтобы не мыть руки а только мой но вы сейчас сказали новый способ что каждый вечер мы еще во второй части расскажем что еще нужно сделать пить воду теплая вода типа чая черный зеленый не важно не важно не важно но с лимоном чтобы было побольше кислоты аскорбиновой кислоты да и выпивать сколько чашку 2 чаще просто чаще чаще пить через час чашечку можете там до через час если вы дома если у вас нет никаких никто к вам не пришел не контакт пожалуйста как вы хотите если вы где-то в коллективе значит пить почаще потому что общение кто-то пришел кто-то ушел кто-то вышел кто-то зашел чтобы это предотвратить вот таким тогда мы сейчас должны сделать перерыв попить чаю после этого мы расскажем еще какие способы защиты от коронавируса ну или профилактики точнее потому что защита тут не очень подходит у нас студии наталья короткого заведующая инфекционным отделением номер два стационара номер три люберецкой областной больницы продолжим через несколько минут эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в студии наталья алексеевна короткого заведующий инфекционным отделением номер два стационара 3 люберецкой областной больницы сразу же дальше вопросы потому что тема такая у и так мы поняли что надо мыть руки с мылом часто часто мыло играет роль какое оно должно быть не обязательно но вот если уже по полной программе знаете там пишут сегодня антибактериально еще какой-то пожалуйста лучше всего антибактериально можно хозяйственный мыло потому что тоже простым мыло даже туалетным было все равно самое главное чтобы вы смыли с пены как часто мыть руки пришли помыли вышли в магазин опять пришли то есть в общем как и должно быть по идее как же иди правильно это личная гигиена она да там если нет возможности помыть руки влажные салфетки влажные салфетки с антибактериальным пожалуйста вы можете да иметь с собой вы можете иметь с собой небольшие какие-то дозаторы дез средств но их содержащих их нету разобрали вот хлоргексидин еще но разобрали полностью можно любым банальный спирт и даже тот который даже тот который и даже который секрету скажу я же вчера мне тоже подсказали уже нету дешевых вариантов народ уже тоже руки моем возможно моют руки а ласкают горло вот теперь о горле кстати помимо мытья рук мы поняли что вечером или по приходу откуда-то где могли после метро грубо говоря надо пить чай с лимоном сейчас побегу покупать лимон а что еще нас может уберечь выходя перейти заметьте слово маски ни разу не прозвучало тем более их нет выслушай слушаем дальше значит перед выходом из дома вы можете прополоскать горло и про мыть носовые ходы обычным изотоническим раствором хлорида натрия это как это типа морской соли гипертоническим крепко соли аква вот эти все да 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 прополоскали горло и промыли носовые ходы и пошли на работу транспорт или куда-то пришли откуда-то вечером дома сделать то же самое а вот есть еще сейчас всякие опять же тут же хлоргексидин его что же можно принимать внутренние прополоскать рот горлышко да можно хлоргексидином море пазухи тоже пазухи можно залить можно с целью профилактики в нос залить капал капельки деренат которые являются я запишу под деренат не ренат это иммуномодулятор которые спасут способствует повышение иммунитета и немножечко выработки своего интерферона а что и внутреннего для человека а таблеточки какие-нибудь выпил и ну с целью профилактики специфической нету терапии но это про энтарную кислоту слышал что нет нет она это не не столько не она абсолютно не поможет единственный можно проводить как обычно профилактика сезонного гриппа это идут препараты содержать содержащие интерферон пишу это кагоцел кагоцел у меня есть так это кагоцел это орбидол это ингавирин а так подождите это все эти как они противовирусные препараты там три штучки выпил и пошел против а их надо пить просто один раз в день или как-то ну там по по схеме но по схеме при профилактике да например кагоцел можно пить два дня по две таблеточки утром подряд два потом по одной таблеточке еще два дня потом пять дней перерыв можно пить по такой схеме два дня пьете 5 дней перерыв два дня пьете 5 дней перерыв и таких 7 курсов это чисто с профилактической зрения точки зрения с той целью чтобы вырабатывался свой внутренний человеческий интерферон который является защитой алкоголь некоторые говорят что надо принять и все пройдет как с белых яблонь дым уже читал что опровержение что алкоголь типа опасен нет вы понимаете все дело в том что если местно смотря какое количество потому что если местно чуть-чуть попало это же понятно что вы и хлор и спирт содержащими вы можете проплоскать да но если это будет допустим большое количество медицинский подход и подход про то это наоборот потому что понятно что алкоголь все равно вызывает интоксикацию ослабление защитных сил организма и человека и понятно что наоборот в этом случае можно еще больше быстрее схватить вот когда-то еще помню мазью какой-то мазали тут под носом аксалий новая была мазь да она говорят что это ничего не помогает или помогает может быть в какой-то мере предохраняет в каком смысле что это просто как защитный барьер как чисто специфическим профилактическим не обладает конечно теперь о масках мы сейчас не будем говорить что их нет тем не менее но ведь можно в конце концов собственным платком поменял платок следующий взял то есть есть какой-то смысл закрывания лица стопроцентного смысла закрывания лица масками или какими-то другими средствами абсолютно нету почему потому что маску должен носить человек который болеющий любым респираторным вирусным заболеванием простым банальному рви с какой целью с той целью чтобы от него не пришли не перешло со слюной и с чиханием с мокротой бактерии вирусы на другого человека нужно понимать что для наших людей ну это очень нас закрываются к сожалению от кого-то о себе почему-то не думают не надо ехать вот надо ехать и по ее и вот это мало того она же сейчас научили теперь как правильно нужно вот тогда есть кашлять да если вы чувствуете что у вас подпирает что-то какой то бывает кашель но ведь бывает же не просто чисто респираторный да что-то кашлять чихнуть человек живой же да да потому что это может быть это только именно закрыть платком закрыть рукавом шарфом или локоточком чтобы это опять не было распространение только только хорошо и все-таки почему такие меры беспрецедентные приняты вопрос у меня а такой сейчас будет ну довольно сложный ходят такие слухи что если якобы проверили сто с чем-то тысяч человек 100 тысяч человек на протестировали на коронавирус что сразу же некоторых скептиков вызвало сомнения по поводу реальности информации о том что у нас нет умерших нет ведь умершие они есть летальные исходы я вам говорю что обыкновенные не обыкновенные пневмонии которые h1n1 свиного и птичьего гриппа они есть и до сих пор и сейчас и в реанимациях умирают и в терапиях умирают от пневмонии но это бактериальные на фоне каких-то других хронических заболеваний это не вирус то есть не коронавирусные не коронавирусный от коронавирусов у нас нет не зарегистрирован ни одного случая хорошо как вы как эксперт как человек который проработал я прям как-то вы как-то я уже и успокоился сразу же спасибо вам за это все-таки видите развитие событий ведь вот то что сейчас да мы так закрылись немножко может быть даже одни из последних в европе вот все-таки будут у нас летальные исходы что прогнозируют ваши коллеги врачи что-то же они просчитывать как вот в армии идет учения и 3 процента раньше разрешалось смертей на учениях но это все понятно есть штаб который сейчас занимается это штаб при министерстве и росгоспотребнадзора федерации это есть и в области у нас это есть и в москве чтобы они этим занимаются но вы понимаете предугадать именно конкретно что был какой-то рост конкретно от этого коронавируса ну я себе это не представляю вот как врач инфекционист я себе этого не представляю потому что смертности могут быть от любых других заболеваний на фоне другой вирусной инфекции просто люди почему-то испугались именно казалось бы наоборот ну надо понимать что вас вот пытаются вот ну локализовать да чтобы ничего не произошло люди же в большинстве своем воспринимают откуда это слово паника что вот что-то точно серьезно надвигается даже такие беспрецедентные меры то закрыты то закрыт вот это мы все уходим в онлайн и так далее почему так пугаются раньше так не было может быть просто в этот раз по сравнению даже с птичьим гриппом и когда вот этот происходил свиной грипп по-другому подходит уже нет я вас перебью извините здесь не столько другой подход просто дело в том что свиной и птичий грипп и те гриппы которые были из группы коронавирусов они быстротечные они человек заразился и сразу заболел инкубационный период два-три дня максимум а здесь инкубационный период вот именно для этого вида короны вируса он до 14 дней растянут поэтому лучше как говорится предотвратить чем ждать когда начнется всплеск и вспышка большая поэтому с целью закрывают школы закрывает большие коллективы почему потому что здесь с детьми вот взрослому можно сказать и взрослый я думаю что может понять что да не обниматься не целоваться рукопожатие чтобы не было детишки от детишкам это надо объяснить и не все детишки это могут понять и запомнить а правда что дети переносчики они меньше болеют но нет ну как переносчики ну сейчас пишут просто в прессе что дети при том пришел что он действительно очень мало болеют но практически но они якобы могут быть переносчиками нет это вот как раз почему потому что чтобы для того чтобы не было вообще просто распространение вирусной инфекции вспышки самой потому что в коллективах все равно дети пошли руки не помыли забыли где-то обнялись где-то поцеловались где-то с одного бокала выпили вот этого нельзя делать взрослого проще убедить детей этому надо учить и поэтому я думаю что с этой целью закрываются и продлеваются каникулы для того чтобы уменьшить вот этот контактность контактность именно самого количества коллектива вот и последнее что я хочу спросить и как это не печально наша программа завершается но я думаю что мы еще встретимся буду на один будем надеяться уже в финале этой истории они на каком-то новом витке все-таки мир изменится и россия изменится после того как коронавирус нас покинет что-то он уже по моему принес да какие-то изменения будут ну я предполагаться перестанем вы знаете наверно просто народ может быть будет немножечко поосторожней это означает что впереди нас ждут еще другие вирусы или они были всегда они были всегда и они будут всегда корона вируса не были есть и они будут они хорошие заголовок да они будут вида изменяться и на каком этапе когда они пойдут любая инфекция будь то бактериальная особенно вирусная она имеет тенденцию цикличности поэтому 2002 год 2010 год 2020 год 2000 последнее лето же идет все надеются что ли вам может схлынет волна схлынет вы вспомните любая эпидемия гриппа когда идет весенний зимний весенний период переход от холода на тепло влажность перепады температур люди то быстро раздеваются то быстро это на улицу хочется погулять и тело само даже чувствовать тело после зимы понятно что немножко да и поэтому всегда грипп проходил в эти периоды проходит когда эпидемия когда поешь пошло тепло вирус корона коронавирус убивается при температуре 20 градусов если будет суточный сушки давайте на пригоне всяких машин и будем греть и воздух будем греть и воздух поэтому и немножко продлевает вот именно чтобы ограничить вот это вот вспышку саму да поэтому продлевает каникулы люди а высшие учебные заведения почему потому что если в школах дети ходят в основном региона своего то в институт или куда-то понятно что люди сразу и это и транспорт это и метро это и электрички поезда и самолеты кто как где да поэтому люди больше передвигаются перемещаются поэтому их немножко ограничить я думаю только с этой целью но самая последняя уже совсем нас нет времени но тем не менее вот как сейчас работает система медиков понимаю что все-таки вам больше эта система помогает или с вас что-то требует что-то там заставлять делать и впереди паровоза приходится бежать или все более-менее одну нет мы конечно плавно как говорю идет по плану потому что спускаются практически каждый день и несколько раз в день всякие приказы душства что-то чего-то поэтому все в основном ложится на плечи поликлиника первичного звена там где так если у вас температура если у вас кашель насморк или без просто температуры не надо не вызывать скорую не надо идти в поликлинику и ехать на транспорте или на каком-то или что-то или если вы рядом идти живете идти туда вызываете врача на дом или даже по звонку электронный больничный лист выписывается но из поликлиники за вами каждый день врачи наблюдают приходят и наблюдают дому вот если жару человека 39 градусов он дома в поликлинику не идти чё парацетамол пьем или что пьется парацетамол пьется вот эта аскорбиночка пьется снижаем температуру не ждем никого нет нет она снижается она температуру будет снижать ее надо снижать обычными традиционными жаропонижающими но сообщается обязательно в поликлинику что приходит врач и за вами наблюдают каждый день потому что сегодня у вас нет пневмонии завтра она может у вас появится а пневмония это это звуки в легких какие-то начинается более сильный кашель это начинается более сильной тяжесть груди из давления одышка которые тоже бывает уже до 55 процентов это говорит о том что это уже внимание вирусные поэтому врачи наблюдают и даже за теми кто прилетает из тех стран где были за ними тоже наблюдается ежедневный проводится ежедневный контроль врачебный у вас сейчас есть кто-нибудь такой нет у меня в отделении нет почему потому что у нас немножко у меня отделение чуть-чуть другое да у меня специфика кишечных инфекций взрослого населения и поэтому ко мне практически такие не поступают больные но если надо но если надо значит будет по приказу развернута какие-то но это все равно предполагает боксированные палаты и а у меня палаты палатная система общая потому что кишечная инфекция а если вдруг вот действительно ну будет худший вариант московской области в москве сейчас строится даже да прямо строится в течение месяца планируется там что-то какое-то огромное большая инфекционная больница потому что я в общем то хочу сказать что в московской области вот нет такого большого стационара то есть есть над чем в районах до в районах есть есть обычные районные больницы в составе которых есть инфекционное отделение это точно так же как была наша бывшая люберецкая районная больница но вот если начнутся такие люди они что дома будут сидеть болеть нет это опять смотрится если тяжелые течении быстро отечественное развитие больнице да сразу врачи сообщают если скорая то скоро и сразу же ведет а если направлено достать человек серваны это уже приказами разворачиваются дополнительно отделение отделение закрываются могут закрыться больницей точно так же как в москве сейчас москве принимает первые инфекционной больницы в области была построена новая больница и она должна была вступить в строй но ее именно задержали открытие на вот этот коронавирус и на эту вспышку сейчас туда госпитализируются люди которые в аэропортах их сразу депортируют да туда спецтранспортом со специальными врачами те которые имеют какие-то симптомы именно по без симптомных не кладут и не направляет на такси она вам огромное спасибо во первых за то что рассказали что это за зверь такой коронавирус второе что подсказали самые простые и недорогие способы да как можно по крайней мере постараться заняться профилактикой ну и третье вселили надежду в то в нас вернее в надежду что все-таки как-то будем жить жить будем и жить надо да и жить будем хорошо спасибо огромное над алексеевна короткого заведующий инфекционным отделением номер два стационара 3 люберецкой областной больницы говорили о коронавирусе прислушайтесь пересмотреть программу еще раз здесь мы попытались вам рассказать что да как с вами был николай пивненко всего доброго и и и